Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. 18 лет строгого режима. Раскаялся ли убийца супружеской пары? Два удара ножом, на что потратил деньги подозреваемый в разбои. И никого не пощадил, кто стал жертвой сельского извращенца. В Русско-Полянском районе Омской области произошло дерзкое изнасилование. По версии следствия, мужчина несколько часов издевался над женщиной на глазах ее сожителя. Как следует из материалов уголовного дела, 18-летний сельский житель в состоянии алкогольного опьянения выбил дверь частного дома. Но перед тем, как накинуться на хозяйку, разобрался с ее матерью. Проникнув в дом, указанный гражданин, с целью, чтобы ему никто не помешал, высказывая угрозу, выгнала из дома мать, потерпевшая вот этой женщиной на сельчанке, которая была вынуждена уступить силе и уйти из собственного дома. Свидетелем преступления остался житель потерпевший. Мужчина прикован к кровати из-за проблем со здоровьем. Он не может ходить. Защитить свою гражданскую жену от насильника он не смог. Все время, пока злоумышленник находился в доме, а это почти 4 часа, ему пришлось наблюдать за противоправными действиями. Подозреваемого в преступлении задержали и арестовали. Санкции первых частей статей 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают срок наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Как рассказали в региональном следкоме, ранее подозреваемый в преступлении и потерпевшая знакомы не были. Мужчина увидел женщину на улице и таким способом решил с ней познакомиться поближе. Сегодня в Омском областном суде огласили приговор Николаю Канаеву. В апреле он убил двух сожителей. В качестве оружия использовал монтировку. Судмедэксперты постановили, шансов выжить после таких ударов у потерпевших не было, что стало мотивом преступления. Наш репортаж из зала суда. На скамье подсудимых Николай Канаев. Его обвиняют в двойном убийстве. Весной он зверски избил мужчину и женщину. Орудовал монтировкой. Людмила – мать погибшей 35-летней Алены. Рассказывает, как пьяный Канаев накинулся на ее дочь и ее гражданского супруга. Они шли домой. Они там в Станин-Кировске. Сейчас там в доме комнату снимали. Если бы они ожидали, что он на них нападет, он из-за кустов выскочил и сразу его убил. Они даже не знали, что он за ним идет. Женька бы никогда не дал себя и не Алену обиду, потому что он был десантником. Следователи восстановили картину произошедшего. Канаев вместе со своим знакомым распивал горячительные напитки. Тот решил пожаловаться Канаеву на своих соседей. Сказал, что они хотели его ограбить. Канаев решил заступиться за товарища. Он даже не предположил, что слова друга – всего лишь пьяный бред. После распития спиртных напитков с каменным, проснувшись, пошел искать потерпевших. Пытался выяснить, почему потерпевшие хотели похитить имущество его знакомого. В ходе этого произошла ссора. Обвиняемый нанес несколько ударов потерпевшему и потерпевшей по голове. Удары наносились металлическим прутом. Позже экспертиза покажет – смерть пары наступила от многочисленных ударов. Тела погибших Канаев отвез на пустырь и сбросил в кювет. Сам вернулся домой и жег свою одежду испачканную кровью. Сегодня в суде в своем последнем слове Канаев вину не признал. Прощение попросил только у своей жены и матери. Суд приговорил Канаева Николая Александровича признать виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом А части 2 ст. 105 Главного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. Ранее несудимый Николай Канаев 18 лет проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Центральный район Исут Омска избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 25-летнего мужчины. Его обвиняют в разбойном нападении на продавца магазина. По версии полиции, подозреваемый, воспользовавшись тем, что в торговом зале нет покупателей, нанес женщине два удара ножом. Забрав из киоска, 2000 рублей скрылся. Задержали мужчину по горячим следам. Он трудился на стройке в Омске разнорабочем. Установлено, что около года назад Амич условно-досрочно освободился. Его испытательный срок заканчивался ровно через 40 минут после совершенного преступления. Кстати, украденные 2000 рублей рецидивист потратил в ночном клубе. К другим темам. Без колес и крыши над головой. Судебные приставы установили местонахождение злостного уклониста от выплаты алиментов. Его имущество, автомобиль, по решению суда должно быть арестовано. Услышав это, мужчина попытался сыграть на жалости. Объяснил, что машина – это все, что у него осталось. Поверили ли приставы? Сейчас расскажем. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Алименты выплачиваете? Да. Документы предоставить можете? Да. Машина, выходите. Будем составлять акт о писье ареста. Можно без съемок? Без съемок нельзя. Я с вами по-другому не буду общаться. Мужчина нехотя покидает автомобиль. Удивляется, как судебные приставы смогли разыскать его, ведь по месту прописки он не живет. Как следует из материалов исполнительного производства, Александр звонки и повестки судебных приставов игнорировал. Информировать о долге ОМИЧА сотрудникам федеральной службы пришлось с помощью социальных сетей. Но все тщетно. Задолженность по алиментам продолжала расти. И сегодня ее сумма превысила 300 тысяч рублей. Александр утверждает, что не работает и фактически не имеет дома. Живет в машине. Ребенку своему помогает. А долг по алиментам – происки бывшей жены. Судебные приставы не поверили. Они выяснили, что мужчина врет. Недавно он переехал в квартиру к своей новой супруге и трудоустроился. О том, что у него есть сын от первого брака, Александр, вероятно, предпочитает не вспоминать. С 2012-го не платит алименты. В отношении него возбудили уголовное дело. В центральном первом отделе службы судебных приставов по городу Омску находится исполнительное производство, сводное, о взыскании алиментов Стырсова Александра Владимировича. Данное лицо скрывалось более года. Также скрывало свой автотранспорт. Судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль Александра. Ключи от своего дома на колесах он передал добровольно. Десять дней «Мазда» проведет на спецстоянке. Если Александр не погасит долг по алиментам, иномарка будет реализована, а вырученные деньги пойдут на оплату задолженности. С выводами налоговой инспекции не согласен. Был и остаюсь идеологом честного и надлежащего исполнения всего законодательства Российской Федерации. Это цитата из официального обращения гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова к сотрудникам компании и жителям Омской области. Имя предприятия в последнее время упоминается в новостях криминальной хроники. Напомню, ранее уголовное дело возбудили по факту незаконного предоставления «Мостовику» из бюджета Омской области 200 миллионов рублей для перекредитования в банке. Также следствием обвиняется и сам Шишов в хищении полумиллиарда рублей. По версии сыщиков, недосдача средств возникла при строительстве окружной дороги Федоровка-Александровка. Олег Шишов считает, что выводы следствия не соответствуют действительности и заявляет, что всегда был честным налогоплательщиком. Пусть никого не пугают цифры до начисленной недоимки. Проверка проводилась по итогам деятельности нашего предприятия за три года. За этот период «Мостовик» выполнил работу на общую сумму более 80 миллиардов рублей. При таком объеме это менее 1% от оборота. Представьте, если бы мы выполняли работу на миллион рублей, то недоимка могла составить всего несколько тысяч. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотрено пунктом В. ч. 3 ст. 286 УК РФ, это превышение должностных полномочий, санкция за которые предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Поводом и основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ФСБ России и Помской области. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова